Но бандитизма в нашей стране хватает и без гастролёров. В Запорожье задержали вооружённую преступную группировку, которая занималась грабежами и разбоем. Самое возмутительное, преступники были в погонах. Все члены банды, а это шесть человек, бывшие бойцы Беркута и нынешние сотрудники полиции. С подробностями наши корреспонденты. На этих кадрах с камер наблюдения видно, как неизвестный врывается в квартиру. Некоторые в полицейской форме. Людей кладут на пол, потом всё переворачивают в комнатах. А это видео уже из кухни. Неизвестные нашли то, что искали. Из сумки достают огромный свёрток наличности. Разбийное группирование скурило несколько разбийных нападов в Запорожье, в ходе которых они проникали в житло. Все члены банды, бывшие беркутовцы и нынешние сотрудники нацполиции. На дело шли не просто так. От информаторов они знали, сколько у кого денег. Приходили подготовленные в полицейской форме и с оружием. Предъявляли жетоны. Поэтому заподозрить, что это грабители, было сложно. Некоторое время оперативники следили за бандитами. После очередного налёта те спокойно сели в две машины, но далеко уехать не смогли. Одну легковушку блокировали во дворе, вторую посреди дороги. При себе грабители имели огнестрелы, пакетики с белым порошком и служебные документы. Удостоверение личное с жетоном. А ещё крупную сумму денег. 159, 160 купюр номиналом по 500 гривен. В областном управлении полиции комментировать разбой своих сотрудников отказались. Какие посты занимали и в каких званиях были, не сообщили и в областной прокуратуре. Мол, тайна следствия. Если дело всё же дойдёт до суда, оборотням в погонах грозит до 15 лет лишения свободы. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности недели. Телеканал Интер. Запорожье.